Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я изготавливал вот такой стример для поимки окуня. Но, как я уже и предупреждал, что щука его не пропускает. Поэтому я бы хотел конкретно под щуку, но и в то же время, немножко отсеять мелкого окуня, изготовить несколько покрупнее, и конкретно для поимки уже щуки и более крупного окуня. На крючке, довольно-таки солидном, я установил латунную головочку золотистого цвета, намотал, огрузил дополнительно еще свинцом. И теперь промажу цевьё клеем, задвину вот так наш свинец в то углубление, которое имеется у нас в шарике. Промажем еще раз немножко клеем, до загиба будем крепить материалы. И начнем изготавливать. Так же, как и в прошлом варианте, нам понадобится совсем минимальное количество материалов. Единственное, что нам понадобится, или же перо селезня, если оно у вас есть, это очень хорошо, или древесные утки. Если нет, можно обойтись, будут и несколько другим пером. Доходим до загиба. И здесь, для того, чтобы более качественно установить мои перья, я сделаю небольшой шарик, для того, чтобы слегка хвостик был пышнее. Любой даббинг, какой вы сочтете нужным, потому что он внутри не повлияет. Буквально на начало загиба. Вот так изготавливаем наше уплотнение. Сделали. И теперь я подготовил из этой же домашней курицы вот такие пуховые перья. Если у вас есть возможность использовать такое перо, как чикабу, пожалуйста, или же марабу, без вопросов это только даже приветствуется. Значит, я разделю на две равные части, вымеряю длину моего хвостика. Так как это у меня все из пуховых перышек, будет достаточно подвижное, хорошее крыло. Крыло, вернее, хвостик. Хвостик мы делаем несколько длиннее, чем мы изготавливали для окуневого стримера. И с одной стороны мы прихватываем. Вот так следим, чтобы наши перышки никуда не уходили, подхватили. Как вы видите, они у нас, одно находится у нас довольно-таки правильно. И беру, устанавливаю с другой стороны. Вымеряем нашу длину. И так же прихватываю. Перо как бы направляю слегка, чтобы оно смотрело вверх. Вот так. Как вы заметили, оно у нас немножко разведено. Это и необходимо нам для того, чтобы наша перышка создала дополнительный объем и стример имел дополнительную стабильность. Удаляем остатки. Для того, чтобы сделать ее несколько привлекательней, я подготовил пару перышек цесарки. Если у вас нет, вы можете остановиться на это и больше ничего не добавлять. Этого будет вполне-вполне достаточно. Промажу клеем. Я подготовил два вот таких перышка цесарки. Чтобы они были чем-то между собой похожи. И буду устанавливать вот так с одной и с другой стороны. Закрепили. Следим за тем, чтобы наши перышки не уходили. Ни влево, ни вправо. Вот как вы видите, у меня с одной стороны и с другой стороны ушла ниточка. Сейчас подправим. С одной и с другой стороны у меня перышки довольно-таки симпатично расположены. Теперь я удаляю остатки перьев, хорошо проматываю. Для придания привлекательности я также возьму, добавлю несколько обородок, вернее, несколько полосок люрекса голографического с одной и с другой стороны. Вот так. Как вы видите, никаких сложностей в изготовлении нет. И теперь для того, чтобы мы могли закончить наше тело, нам понадобится даббинг. Я здесь буду использовать даббинг красного цвета. Можно использовать, как я уже говорил, вот такая тесьма продается. Разных цветов можно было намотать. Но учитывая то, что я стараюсь изготавливать с меньшим количеством материалов, которые необходимо покупать, давайте мы изготовим из обыкновенного даббинга, который мы надергали из подшерстка нашего песца, красного цвета. И здесь же у хвостика я начинаю формировать тело. Так будет достаточно. И теперь единственный материал, который, я считаю, можно заменить, взять другое вот такое перо от курицы и изготовить опушку. Но я беру вот такое перо селезня или же древесной утки с достаточно длинными нашими перышками. Для того, чтобы, когда мы изготовим с вами опушечку, она у нас доходила почти до середины крыла, образуя, образуя как бы контур нашего малька, которого мы пытаемся изобразить. Закрепим наше перо. И ровно столько, сколько будет позволять до пухового, мы будем выполнять с вами намотку. Вот здесь в данный момент как раз приветствуется большое количество бородок, которые мы провязываем. скажем, на опушке. Главное, чтобы наше перышко подравнивалось. Вот так. Дошли до пуховых перьев и здесь закрепим наше перо. следим за тем, чтобы нитка наша не создавала жабо, шею неприятную и в то же время не заходила за шарик. Убираем вот так все перышки и здесь выполним парочку оборотов. Оборотов. Теперь необходимо все перья увести вдоль тела и буквально подхватить все перья так, чтобы у нас бородки, те, которые были, были расположены вот так вдоль тела. Выполнили. Отрежем остатки нашего пера и на месте крепления я немножко добавлю капельку клея. Сделаю буквально парочку оборотов. Промазали нашу нить. повторю, если нет такого перышка, можно использовать другое. И теперь для того, чтобы окончательно закончить вязание, я возьму красного даббинга. Совсем вот так щепотку и не сильно усердствую его закреплю вот так на нить и проведу парочку вот таких оборотов для того, чтобы у меня здесь была своеобразная рыхлость. Остальное мы с вами вычешем. Вот так. И теперь, чтобы здесь как говорил мой один знакомый не было одним конгломератом, добавим клея и сразу выполним завершающий узел. убрали. Берем мой любимый инструмент и придадим нашей мушки вот такую симпатичную форму. Как вы видите, при намокании, если можно себе до конца представить, он будет у нас чем-то напоминать нашего малька. Перо, которое мы намотали своими рябами, своей рябой окрасочкой как раз будет хорошо работать. Вот такой симпатичный стример, который с успехом выманивает не только щуку, окуня, но и сазана. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...